Очередное заседание комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты городского округа Люберца прошло в муниципалитете. На этот раз темой обсуждения стала роль диаспоральных лидеров в реализации миграционной политики на территории Московской области. Также участники встречи подвели итоги работы за первый квартал года и поделились планами на второй. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерове. После председатель комиссии Екатерина Дегтярева рассказала собравшимся об итогах работы переформатированной комиссии за первые полгода. Это два обучающих семинара, а также уникальный проект «Школа добрососедства». Напомню, он прошел в Люберцах в декабре. Религиозные лидеры Московской области по трем направлениям – православие, мусульманство и иудаизм – рассказали старшеклассникам, что такое добродетель и ответили на интересующие вопросы. Также могу отметить, что работа нашей комиссии ставится в пример правительства Московской области. Кроме того, Екатерина Дегтярева рассказала собравшимся о планах по работе комиссии на ближайшие шесть месяцев. Среди них конкурс рисунков «Россия многонациональная». Он состоится в Дубне и будет посвящен 20-летию Ассамблеи народов России. Кроме того, 21 апреля в офицерском собрании в Вялках пройдут первые открытые татарские межнациональные люберецкие игры. Также собравшиеся поговорили о предстоящей премии «Наша Подмосковья-2018». Участие в ней традиционно входит в список обязательных планов комиссии. После на заседании выступил Игорь Макаренко, заместитель начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России «Люберецкая». На данный момент на миграционный учет поставлено у нас иностранных граждан 24 тысячи 66 человек. В том году за указанный период было поставлено 14 тысяч. То есть увеличение идет притока иностранных граждан. 153 человека в этом году получили разрешение на временное проживание. В том году 161. Виды на жительство выдано 251. Получили 251 человек иностранных гражданин. В том году 88. Далее на совещании выступила Ефросинья Гаштимульти, председатель комиссии по миграционной политике общественной палаты городского округа Подольск. Она представила собравшимся проект «Новое поколение диаспоральных лидеров». «Задача, главная цель нашего проекта – это выявление таких активных мигрантов и напутствие им на будущее, как правильно заниматься общественной деятельностью на территории Российской Федерации». Ефросинья Гаштимульти подчеркнула, что сегодня возраст диаспоральных лидеров 50+. Именно поэтому необходимо готовить новое поколение активистов-мигрантов и помогать им адаптироваться к современным условиям. «Это меняющийся в каждый год законодательство. Меняются в каждый год какие-то новые постановления, внутренние распоряжения и так далее. То есть даже сами сотрудники МВД порой не справляются с этим потоком информации. Что делать мигранту, который раз еще не привык, то есть не адаптировался в наше общество, он не знает практически русского языка. Хорошо на уровне, чтобы читать законы». По словам спикера, общественники и должны стать некими проводниками для мигрантов. «Более того, она считает, что такой подход способен снизить преступность среди мигрантов и повысить уровень их социальной ответственности». «Рассказываем им реальные истории. Вот смотри, вот этот нарушил, получил запрет от трех до десяти. Вот этот не нарушил, получил паспорт, счастливый плачет, когда поет гимн». В ходе реализации этого проекта планируются круглые столы и мастер-классы. Всю информацию о нем можно найти на официальном сайте diasporanex.ru. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.